Вسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدين وآل آله وأصحابه أجبعين ومن تبعهم بإخسان الله يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие сестры والله мы с вами на очередном уроке 30 дуа из قرآن уже буквально осталось 2 дуа для того чтобы мы смогли закончить 30 все хвала Аллаху 29 дуа дуа, которая читается для того чтобы мы пробегали с дуа к Аллаху о возведении дома в раю Аллах Акбар кто не желает чтобы был дом в раю конечно же это мечта каждого мусульманина и мусульманки эта дуа приходит в 66 Ат-Тахрим в суре в 11 аяте сура запрещения в котором сказано то есть господи возведи для меня дом в раю эта дуа намного короче чем мы видим этот аят 11 сурат Тахрим оно потому что начинается с истории связанная с Ирауном то есть кто читает эту дуа чей это дуа чья это мольба Абу Адель толкуя эти аяты говорит и Аллах привел примером для тех которые уверовали жену Фераона да это дуа жены фараона чтобы показать что истинно верующим не навредит их вынужденное пребывание даже среди самых худших неверующих и вот она сказала господи возведи мне у себя дом в раю и спаси меня от фараона и его дела от его тирании и спаси меня от людей которые являются беззаконниками и злодеями от последователей и успешных фараон также Ибн Касир толкует этот аят что здесь Всевышний Аллах субхану атааля привел пример о верующих если им по необходимости приходилось общаться с неверующими то это не причиняло им никакого вреда как сказал Аллах субхану атааля верующие не должны считать неверующих своими помощниками или своими друзьями вместо верующих а кто поступает таким образом тот не имеет никакого отношения к Аллаху за исключением тех случаев в которых вы действительно опасаетесь их то есть это сказано в третьей суре Али-Имран в 28 аяте нам этот аят как пример для того чтобы мы просили у Аллаха возвести нам дом в раю эта дуа подходит для каждого мусульманина и мусульманки давайте же вернемся к истории каким же образом это касается жены Фирауны как тогда сказал фараон был самым жестоким и самым неверующим из людей на земле но клянусь Аллахом на его жену никак не повлияло неверие ее мужа так как она была послушна своему господу так знайте так знайте же что Аллах справедливый судья он адель и он наказывает каждого только за его грехи также Ибн Джарир передал что Сальман сказал жена фараона жена Фирауна подвергалась пыткам под палящим солнцем как только фараон отходил от нее ее своими крыльями укрывали тенью ангелы ей был показан ее дом в раю Ибн Джарир передает также что Касым Ибн Баззад сказал у жены Фирауна спросили о мусси и колдунах кто победит мы знаем историю где Мусс алейсалям соревновался с колдунами для того чтобы показать кто могучий а кто на самом деле имеет чудо это связано с посохом алейсалям и колдунами от фараона то жена фараона асья то будет довольна ей Аллах ответила победе от Муса и Харун а мы с предыдущей истории знаем что Харун родной брат Муссы который стал тоже пророком помогал для того чтобы они призывали к единобожии и было сказано то уверовала господа Муссы и Харуна то есть когда народ узнал что жена фараона верит господа Муссы и Харуна это дошло до его мужа фараона после чего он послал за ней и приказал поднимите над ней огромную глыбу и спросите ее о ее вере если она повторит то что сказала то бросьте ее на нее а если она откажется от сказанного то останется моей женой когда над ней подняли глыбу она подняла свой взор на небо где ей был показан ее дом в раю после чего она повторила свои слова о вере в господа Муссы и Аллах забрал ее душу из тела после чего глыбу кинули на ее тело в котором уже не было души Аллах Акбар это приходит в толкование Мира Кулиева и мы знаем что жена фараона была единоможницей она огромный для нас пример хвала Аллаху жена фараона верующая сам фараон был неверующий и он говорил верьте в меня поклоняйтесь мне он отрицал Аллаха он отрицал то что есть Аллах и то что он господь и говорил что я правитель подчиняйтесь мне и приказывал это всему народу а тех кто отрекался он наказывал так же он хотел наказать Мусу но и не только хотел убить весь его народ которые за ним последовали и мы знаем тоже историю связанную с этим то что жена фараона является верующей это тоже один из примеров мы можем сделать вывод что не у каждого верующего может быть неверующая жена или не у каждого неверующая может быть верующая жена то есть в одном доме могут жить муж и жена в сердцах которых разные господь которых разные и хвала Аллаху асия ради Аллаху анга это будет над ней мир это будет ей доволен Аллах для нас прекрасных пример особенно для нас мусульманок что несмотря на то что ее муж был тиран неверующий она была верующая она поклонялась Аллаху и она просила джанна рай и Аллах показал ей рай и ей не было особо даже больно и она даже за это не переживала потому что она знала что в Ахарате она попадет рай валь сады этому и если мы вернемся к этому аяту то здесь начинается дараба то есть привел Аллаху масталян пример для тех которые аману уверовали имра то есть жену фараона фараона и то есть вот она сказала раби господи ибо не построи ли мне у себя байтан дом в то есть в алджанна в район ва нэ и спаси меня мин от фараона от фараона и его дела от людей от народа являющихся притеснителями или являющихся несправедливыми от слова лоль и здесь кусочек который мы должны заучить начинается отсюда раби да раби бни здесь мы помните васлируем не читая гамзату львасль раби бни ли индака байтан филь джанна господи построй мне у себя дом в раю давайте еще раз повторим этот дуа раби бни ли индака байтан филь джанна раби бни ли индака байтан филь джанна раби бни ли индака байтан филь джанна аллахума аминь пусть дуа аси прекрасной нашей мамы, нашей Аллах, нашей сестре по вере обладательности рая станет для нас примером, образцом и причиной для чтения этого дуая и прошения Аллаха и его рая. Дай Аллах, чтобы Аллах возвёл для каждой из нас дом в раю, дом, который будет радостью, счастьем нашим благам вахирате. Аллахума, амин. Субханикя Аллахума ва бихамдик ашхаду ла илляху ла антаста ва фиргу ва атубе илляйк баракаллаху афикунна ассаламу алейкунна ва рахматуллахи ва баракатуха ватин.